Если вы не знаете, где взять деньги для инвестиций, то, скорее всего, вы не соблюдаете первый закон денег. Рассказываю. Первый закон денег гласит, деньги приходят и охотно остаются у того человека, кто стабильно откладывает минимум 10% своего дохода. Обратите внимание на каждое слово здесь. Деньги приходят. Если к вам деньги не приходят, значит, вы стабильно не откладываете минимум 10% своего дохода. Бывает так, что деньги вам приходят, но они у вас не остаются. То есть, вы их тратите по разным фосмажорным ситуациям. Это означает, что вы снова не соблюдаете этот закон, не откладываете стабильно минимум 10% своего дохода. Тут еще одно ключевое слово – стабильно. Если вы нестабильно откладываете, соответственно, будет нестабильный приход. Нестабильно откладываете, будет нестабильный отток. В непредвиденные обстоятельства деньги будут уходить. Поэтому ключевое слово – стабильность. Стабильно откладываете. И говорится минимум 10%. Не 5%, не 6%, именно 10%. Поэтому берите этот закон на заметку и начинайте откладывать минимум 10% своего дохода. Чем больше откладываете, соответственно, тем лучше, тем больше будет приток денег, тем больше эти деньги охотнее будут оставаться у вас, и тем больше у вас будет капитала для инвестиций и для приумножения этих денег. А сейчас напишите мне в личку слово «план». Я вам скину калькулятор, с помощью которого вы посчитаете, как ваши отложенные деньги со временем будут умножаться и когда они превратятся в миллион. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!